Первым на аппаратном совещании стал доклад директора Треста-водоканал Владимира Ефимова. Он рассказал об итогах работы предприятия в первом полугодии 2017 года. Сейчас на балансе Треста 1637 километров сетей, и работа по модернизации ведется постоянно. Так, за шесть месяцев заменено сетей в три раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Продолжается работа по улучшению качества воды в левобережной части города. В результате отклонения снижены почти на 43%, а почти в два раза уменьшилось число жалоб. В настоящее время ведется строительство здания электролизной. Ввод в эксплуатацию электролизной позволит применять для обеззараживания воды концентрированный раствор гипохлорита натрия, что значительно повысит безопасность эксплуатированных объектов и улучшит органолептические показатели качества воды. Водоканал на сегодня движется вперед, и я думаю, горожане это ощущают. И вот из доклада мы видим, что жалобы сократились в два раза. Наверное, это и есть тот самый критерий, когда люди действительно могут ощутить, что называется, на себе всю положительную динамику. Далее начальник управления здравоохранения Елена Симонова рассказала о медицинской реабилитации детей. В Магнитогорске в 2016 году показатель общей заболеваемости ниже, чем в области на 37%, а среди детей до одного года на 20%. Снижается и показатель младенческой смертности. Большое внимание уделяется медицинской реабилитации новорожденных, в том числе детей с экстремально низкой массой тела. Напомню, что это детки, рожденные весом до одного килограмма. И в результате выживаемость этих детей за последние три года у нас увеличилась с 55% до 90%. О работе муниципального транспорта рассказал директор МАГГОРТРАНС Александр Артемов. Недавно руководство предприятия было в командировке на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В результате в Магнитогорске скоро появится 15 новых трамвайных вагонов. В октябре планируется от ними поставка семи вагонов, в ноябре еще семи. Последний вагон мы ожидаем, согласно этого графика, 1 декабря 2017 года. В завершении аппаратного совещания Сергей Бердников очередной раз напомнил о благоустройстве города. Мы должны привести буквально за этот и следующий год все межквартальные проезды в идеальное состояние. Дороги во всем городе следующим годом задача стоит остановить полностью.